Всем хай, с вами Стивпро, и сегодня, друзья, вместе с вами мы поговорим на тему Исушителя в Майнкрафт и Абак Дидижн. Сегодня, 2 сентября 2016 года, друзья, и сегодня, по словам разработчиков, должен выйти третий билд, который добавляет нам Исушителя. Ну и если всё, посмотрите о мысли, то можно подумать, что это второй билд, потому что для этого были как бы просто исправления багов, и они не считались за билды. Ну а теперь выйдет официально второй билд, который, по словам, опять же, разработчиков, принесёт нам Исушителя, Звезду Ада и, друзья, возможно, Маяк. Да, об этом говорили именно они. Что же должно быть точно? Ну и точнее, значит, должен быть добавлен босс. Ну, а сегодня немного мы всё это мыслим, друзья. Что же я хочу сказать вам о том? Хочу сказать, что, возможно, Исушитель уже был добавлен, просто нам они добавляют по частям. Ну, друзья, то же самое происходит с GTA V, туда добавляют понемножку и потихонечку. То же самое сейчас производится с Майнкрафтом Пакет Дидижн, и в него добавляют всё помаленьку. И если кто-то не понял, то разработка Майнкрафта Пакет Дидижн, по крайней мере, в этой версии занялись разработчики Майнкрафта ПК, друзья. То есть это очень классно, что разработчики с компьютера некоторые пришли на разработку Пакет Дидишн. Потому что в стальном Твиттере, где постят посты про ПК, там постнули пост про Пакет Дидишн, друзья. И, собственно, из-за этого можно кое-что сделать. Ну, вывод, друзья, ну вы поняли, что нашим Майнкрафтом занялись разработчики с компьютера. Что очень классно, потому что разработка Майнкрафта будет идти намного быстрее. Мы видим, за 0.16.0 вышел один босс. То есть это босс Стражей, вышел Страж. Добавили команды, изменили меню, которое мне, к сожалению, не понравилось, потому что они немного неудобные, друзья. Она намного неудобная. Ну, неважно, добавили новые блоки и собирается добавить нового босса. Ну, друзья, значит, тоже хожу вам насчёт Эндер Мира. Его добавят 100% на Мини-Коне. Вы увидите его на Мини-Коне, потому что, если они его сейчас добавят на Мини-Коне, показывать им будет нечего. Поэтому мы будем ждать Мини-Коне и для окончания Мини-Кона, когда нам выпустят новую версию Майнкрафта именно с этим боссом. Ну, как сообщили Шоги, Томас, Джейсон и другие, этот тест будет происходить. То есть бета-тест вот этой версии 016.0 будет происходить до октября. Представьте себе, как долго будет происходить тест. Собственно, возможно, за это время... Фух, я, друзья, я просто думаю об этом и не представляю себе, что может случиться за этот месяц. Возможно, они и вправду решили по-быстренькому догнать по компьютеру, и потом разработчики с компьютером пришли к Плокет Эдишн. Я буду надеяться и буду ждать, что моя мысль исполнится, друзья. Но представьте себе, что за месяц они всё добавят и догонят компьютер. И компьютер вместе с Плокет Эдишн будет идти на одной равне. Это же будет просто классно. Но, друзья, об этом нам только мечтать. И если это так и будет, то, друзья, у разработчиков есть целый месяц. Но если к ним разъединились разработчики из компьютеров, то разработка пойдёт очень быстро, и они это всё смогут добавить. Собственно, друзья, вот всё, что я хотел сегодня сказать. И на этом всё. Обязательно ставим лайки и не забываем подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok